Луначарского 38. О детской площадке одно название. У дома всего две качели и скамейка. Принадлежат они управляющей компании, но скорее похожи на бесхозные. Краска на каруселях облезла, вокруг все заросло травой. Всего специалисты прокуратуры проверили в Череповце порядка 20 площадок. Идеальных изнутри и снаружи не нашли. На одних у качелей отваливается болт, на других деформировались перекладины. Вот здесь на горке и вовсе страшно кататься. То, что касается на землях, принадлежащих собственникам многоквартирных домов, здесь собственники должны за ними следить сами. Процедура эта следующая. Управляющая компания ежегодно должна составлять определенную смету затрат, утвердать у сотрудников, собственники должны согласиться или не согласиться и принимать решение по ремонту этих городков. Бывает и так, что детская площадка есть, а хозяина у нее нет. Эти земли на улице Ленина принадлежат муниципалитету. А ответственного лица, который следил бы за техническим состоянием этого игрового комплекса, прокуратура не нашла. Снежанная вместе со своим сыном Артемом ходит сюда каждый день. Сыну так нравятся качели, что домой уходят со слезами. Качели скрипят. Вот эти вот тоже. Со временем оно же все ржавеет, краска слезает. Естественно, конечно, хотелось бы, чтобы ежегодно там как-то приводили в порядок. Но и это не единственное замечание. На каждой детской площадке должны стоять информационные таблички с номерами телефонов спасательных служб, с правилами пользования каруселей и куда обращаться, если заметили поломку или неисправность. По результатам проверки прокуратурой внесено 8 представлений. Как в управляющей компании, то есть те, которые обслуживают данные площадки, так и мэру города. Значит, в настоящее время большинство из этих представлений рассмотрено. Привлечены виновные лица к дисциплинарной ответственности. Сейчас главная задача провести ревизию детских площадок и установить для каждой из них ответственных лиц. Специалисты прокуратуры просят горожан сообщать обо всех замечаниях по игровым комплексам.